Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гэтая тема обмерковаліся пачас деловой сустрэчы старшыні гомерськаха аблуканкама Уладзімира Дворніка з гандлёвым процтауніком Російськай Федерацію Роспубліцы Беларусь Константином Артюшыным. Уходзі размовы агучваецца, сё літа ў гандлёво-экономічных адносінах паміж двюма нашыми краінами удалося не толькі захаваць абйомы двухбаковых поставок тавараў, але атрымаць пэўны прырост. Перш за ўсёх, гэта тычыцца сельска господарчай продукцыі. За девять месяців 2015 года назірацца 30-працентны рост поставок беларускай харчовай продукцы ў Росію. Пад час деловой сустрэчы акцент бы узроблены на обмеркованне макчымастя ў міжрегіональнага супрацовніства паміж партпраемствамі Гомерськай в області і Російськай Федераціі. А таксама на новык сумесных праектах, арэнтованных на вытворчыць продукцыі, конкурэнтна з дольной не толькі на рынках Беларусі і Росіі, але и на рынках трэціх країн. В Гомельской области есть ряд проектов уже успешно работающих. Мы все знаем, что есть успешно работающий проект по сборке беларуских комбайнов производства Гомсельмаша в Брянске. Мы его очень внимательно изучаем со всех сторон и с точки зрения потенциала дальнейшей кооперации в том числе. И вот, может быть, не такие масштабные, но именно локальные проекты. Я хотел бы говорить об этом с руководством области. И поскольку очевидно, это направление сельхозпродукт, естественно, с руководством сельхозпродукт. Прызывники Гомельской области накеровываются на проходжене терминовой военной службы во Узброеные силы Республики Беларусь і іншые войсковые формировання. До 27 листопада армейские рады пополніть каля 2000-го бранцаў, 300 з яких будуть проходзіць службу ў резерві. Наш корреспондент Дмитрий Котов сустреўся з призывниками. Головно при размеркованні призывникам стан здоров'я. Коли існують навод незначне отхилення од нормы, то про службу ў элітных войсках можна і не марить. Дмитрий Котов сустреўся, отобранне соответственно в разные войсках, соответственно, постановлению совместному Министерству здравоохранения и Министерству обороны. Поэтому состояние здоров'я на данный момент соответствует обследованием правительным на уровне районных и городского военкомата. Олеш ішматых, то отримливая терминовки. Такі хамаль тысяча шалавек. До того ж ў вочинскі призыв двум с половой тысячам шалавек выданы военные билеты, яны признаны непригодными до службы ў армии. Аднак і ў некаторых призывніков, які по выніках медицинського гляду отримали становшое заключэння, існують праблемы с физичной падрыхтокай. Ребята, которые идут силы специальных операций, их адбирают представители данных бригад, с физической падготовкой у них всё нормально. По-другим бы я не сказал. Есть праблемы, есть над чем ребятам заниматься. Да, не всегда надо сидеть за компьютером, экраном компьютера надо заниматься собой. Заниматься физическая падготовка. Для кожного з призывніков солдатскі і будні махчымай зарабіць знашны крок наперед. Служба ў армиі – гэта вялікая школа, де набуваюць навыкі для далейшого самостойного життя. А солдатська сяброўства – самая моцнае, якое застаецца назавжды. Повтора года службы пройді незауважна, і гэты рабяты вернуться дадому до сваіх родных і сяброў. Хочу попросіць уважаемых офіцеров, пускай простят нам нашу тревогу, так как мы отправляем своих дорогих і любимых сановей. І эта наша гордость і надежда в будущем. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, тель радиокампанія «Гомель». С першого листапада сетка платных дорог ў Беларусі павялічылася большым на 300 кілометраў. Такім чынам, агульная пратяглаць аутамагістралів, які уключаны ў систэму «Белтол», складая паўтары тысічы кілометраў. Першым платным на тарыторы Гомельской в області стаў участок республіканской трассы М-5 «Гомель-Жлобін». Платят за праезду ладальнікі аутамабіляў масаўзвыш трох спалувай тон. А таксама водителі легкавых ауто з країн, які не ўваходзіць ў мытны союз. У сувізі с пашырэніем сеткі дорог, які уключаны ў систэму «Белтол», пачали працаваць і новы пункты обслуговування клиентав. Одзін з ёк зявіўся ў Жлобінскім районі ўвёзцца Лебядзёлка. Працюе пункт обслуговування і ў Гомеле. В самому Гомеле є пункт обслуговування клиентав, работают круглосуточно. Вот поэтому в любое время водителі, представитель транспортных компаний со всем своим автопарком, со всеми документами, могут прийти, заключить контракты, получить бортовые устройства і водителя отправить в рейс. Як поведаміли ў кампані-операторы, ў наступным годзе протяглась платных дорог на територі Гомельскай в області павялічыцца. Ёсць планы по уключэні ў систэму «Белтол» ўчастку М-5, аджлобіна до Бабруйска. У отрадзі милицы асаблівага прызначэння Гомельскага палка патрульно-паставой службы адбыліся тактыка спецэціяльныя в учэнні. Їх галонными ўдзельніками стали байцы АМАП, які маюць навыкі альпіністов і гатовы ўвасті празакно, калі милицу не пускаюць ў дверы. Падрабязнасті ў наступным сюжэцця. Паводлі легенды, ўсё пачалося з крымінального здарэння ў пасёлку Чонкі. П'яны мужчина прышоў ў крамы, пагражаючы зброя, і забрав бутэльку гарылкі. Хаваючыся ад милицы, злачынніц забаррэкадырываўся ў адным з помяшканні ў закінутага будынка. На прапанову здацца, адказав стральбой. Перестрэляю, мне чынят дешэва! Праз падвалу будынык праникае група захопу. Байцы рухаюцца пад прикрыцём бронявога шчыта. На арсенале таксама винтовка Мозберг, спецэціяльныя патроны и кувалда. З їх да памогай выбываюць зачыненые дверы. Тым часам другая група готовае да штурму. Аперация пероходзіць ў финальнію стадыю. Умонны злачынніць, якога-то ренавіта зыграв супрацовніка МАП, абяшкоджаны істратіў боявызапал. Цэль тактика спецэціальных учэнў заключаецца в том, что работа альпинистського групы, слажывання личного состава и взаимодействие по пятибалльной на пять баллов. Но есть на чём работать, есть совершенствоваться, есть другие подразделения, у которых мы берём что-то, берём опыт, созваниваемся, работаем и внедряем. Руслан Пролясковскі, Максим Савін, телерадиокампанія Гомель. До інших тем. У Чачэрску яе называют жанчына легенда. Ніаніла Шауцова подарыла мясцовому музею каля 600 экспанатов, сёроды яких столовая лышка з чистого сребра 19-го стагодзя, блюда з сервіза 18-го стагодзя, антыкварный вугальны прас з головой льва. Кожны прадмец заховывае свою гісторыю. А усі экспанаты музею Ніаніла Шауцова дорыць. За матеркой гісторыў сустрэліся наши корэспандэнты. Вот так вот всё раздувала, как мамка делает, так и я делаю, как мамка, так и я раздувала, а она же положена была, только не вывернута направо. И я галадзила. Атколь гэты праз явіўся ў їх сям'ї, Ніаніла Шауцова да гэтага часу не ведая. Калі пранесла яго ў музей, спеціалісты установіли, яму мінімум 200 гаду. А галава льва заміст звычайной ручкі, азначая, што праз належу ў сям'ї знатнага роду. Тут ў кожный зали ёстерэчы, які я подарыла музею пенсіонерка. Пасля яе визитов, экспозиції попаўняются новыми рарететами. Предметы, которые, ну, даже, наверное, наши не все республиканские столичные музеи могут там как-то гордиться, да, и сказать, что вот такие у нас есть. Самое уникальное – это, наверное, и блюда того же XVIII века, может быть, ещё от графов Чернышёвых, от наших. Ложка серебряная, да, конец, опять же, XIX века. Яна приходзіць ў ратушу Амаль кожны дзень, каже, як на спатканне з минулым. Кніга от тёткі, якая была партызанкай, маміна сумачка, газета «Прауда» за 10 мая 1945-го з Батьковскага архіва. Той, што ранее издавалася звычайными рэчамі, сёння – музейный экспонат. Усе рэчы – не аніла Шауцова музею дурыць. З яе сямейных рэліквій, які длюстровуюць розны эпохі, ўжо можна скласти некалькі новых экспозицій. Это вещи чьи-то, понимаете? И вот память того, чтобы они не пропали, чтобы, как говорится, я же им рассказала историю цих вещей, чтобы они вспоминали и меня, и историю цих вещей. Это же память, она будет вечна здесь. Не аніла Шауцова – саправдный рекордсмен сярод мясцовых тарэльщиков, дзякуючыёй фонды Чачарского музея папоўніліся прыкладна на 600 экспонатов. Цяпер я нарыхтуя супрацовнікам музея чарговый сюрпрыз, які аматорках історії пакуль тримая у тайні. Вольга Халадович, Алеса Рудзянкова, Дмитрий Радзянка, Телерадиокампанія «Гомель» – препатрымцы агентства «Телі новіна» у Чачарска. Новіны регіона, інформацію аб проєктах Телерадиокампанії «Гомель» вы можете знайсці на нашым сайці у інтернеті па адресі www.tvrgomel.by. І нахэтэм выпуск завершаны. У студы працавала Наталі Гнатєнка. Я і мая калеги жыдаем вам удалага дня. До новых сустрэчу эфіры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова